Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня видео плюсы ремонта моей квартиры, нашей квартиры. Некоторое время назад я сделала видео недостатки нашего ремонта, также минусы нашего ремонта, неудачные покупки вещей. И это видео вам очень понравилось и, как я поняла, по комментариям было очень полезно. Поэтому сегодня я делаю всё наоборот. Сегодня я приглашаю вас в свою ванную комнату и покажу вам все плюсы, то есть то, что мне очень нравится, то, что я бы советовала вам при ремонте и то, что не требует больших времени затраты и физической затраты уборки и так далее. В общем, то, что самое-самое лучшее в моей ванной комнате. Но прежде чем начать, я хочу сказать, что я – это не вы, это наша квартира, где мы живём, это наши вкусы, наши мироощущения. Поэтому мы все разные и мы имеем право на все насуществование и на осуществление своих идей в ремонте, в обустройстве, в дизайне вашего интерьера. В нашу ванную комнату мы заходим из спальни. Первое, что мне хотелось бы заметить и назвать плюсом, вам не такое эхо, так что извиняйте, это цвета. Те цвета, которые мы выбрали – нейтральные, бежевые, спокойные, песочные. Они, от них не устает глаз, они тёплые, они придают теплинку, они придают такую атмосферу уюта. И если вы выбираете цвета, то обязательно обратите на это внимание, потому что яркие, агрессивные цвета, они очень быстро могут вам надоесть. Это первый плюс моей ванной комнаты. Ванная комната, она маленькая, находится у нас под крышей, поэтому я буду рассказывать именно о ней, о такой структуре. Первое, на чём мне хотелось бы заострить своё внимание, это вот именно окно. По-французски это называется «Велюкс». Я считаю, что в ванной комнате это идеально, потому что постоянно влажность, сырость и нужно проветривать. Это идеальный вариант был для нас. Мы установили окошко и вот такие, назову их, жалюзи. Это двойные жалюзи. Мы сделали их позже, и сейчас я объясню, почему. Мне очень нравится вот эта жалюзи-шторка. Может быть, это называется как-то по-другому. Извините, я называю её так. Во-первых, вечером я полностью, или когда сильное солнце, просто закрываю. Это удобно. Когда мне нужен свет, не макияж, и так далее, я открываю. Также вы можете открыть и нижнюю часть, чтобы было совсем светло. Но так как у нас не очень, уже довольно-таки старенькое окно, я предпочитаю закрывать, так как оно выглядит не очень хорошо. Со временем мы хотели бы поменять на более новое, на более красивое, с более красивой ручкой. Но стоит это достаточно дорого, поэтому пока у нас остаётся так. Это первый плюс. Велюкс окошко в ванной. Если можете себе это позволить, то обязательно делайте. Второй достаточно существенный плюс – это вот такой радиатор. Радиатор, сушилка, так я его называю. Мы выбрали именно вот в этом дизайне, в белом. Мне хотелось такое, что-то светлое, нейтральное. Можно купить и в чёрном, и в цвете серебра. В общем, на вкусе цвет различные. Чем же он хорош? Тем, что вы можете включать отопление, подогрев тогда, когда захотите. У него есть регулятор, кнопочки. И когда во Франции отключается отопление, вечером бывает достаточно прохладно. И хочется подогреть ванну немножко перед принятием душа. Поэтому я включаю радиатор, и всё очень хорошо. Также этот радиатор служит для того, чтобы просушивать полотенца в зимнее время. В летнее время мы сушим бельё на улице, так как нам позволяет частный дом, частные наши владения. А вот зимой это даже очень-очень удобно. Радиатор плоский, не громоздкий, не занимает много места. И да, это второй очень большой плюс. Но нет, даже третий, потому что был цвет, окошко и радиатор. Так что берите на заметку. Мой муж, он всегда мечтал об итальянском душе. Душь аль итальян, так называется по-французски. И мы очень довольны. Мы как-то не сильно здесь. Он вообще не любит. Я не очень часто принимаю ванну, поэтому нам хотелось такой большой, просторный, широкий, светлый душ. И мы очень довольны тем, что его сделали. Не хотели никакие двери, не хотели кабинку душевую, просто хотели вот такой открытый душ. Я, конечно же, немножко сомневалась, как это будет, не будет ли всё разбрызгиваться, но совершенно нет. Он у нас достаточно длинный, достаточно вместительный и удобный. Поэтому те, кто любят такие, как бы сказать, модели душа, да, то обязательно присмотритесь. Надеюсь, что я правильно всё произношу. Если нет, то не рыгайте сильно и извиняйте. Очень мне также нравится вот эта стеклянная перегородка. Мы брали ту, на которой не остаются следы от воды. И знаете, на самом деле это работает. Естественно, вот вы можете видеть, сегодня утром я принимала душ и специально оставила капельки. Капельки высохнут и будет чуть-чуть видно. Но если после душа вы сразу же пройдётесь по этому стеклу такой тряпочкой из микрофибры, которую я не раз вам уже показывала, то ничего не останется. То есть очень удобно, очень никаких следов, ну просто класс. Всем советую. Где и что я покупала, я если вспомню, то обязательно скажу. Но основная масса всего для ванной комнаты мебель была вкуплена во французском магазине Leroy Merlin. Я знаю, что он произносится по-разному везде, но мы произносим Leroy Merlin. Я оставлю внизу сноску в инфобоксе. И ещё один плюс нашей ванной комнаты – это подвесной унитаз. Мы хотели именно такой, без ножки, чтобы была возможность просто протирать, мыть спокойно, чтобы эта ножка не была постоянно липкая, грязная, пыльная, потому что влажность, конденсат, да, так произносится. И постоянно что-то налипает, прилипает. Мы очень довольны такой моделью. Выбрали вот такую большую красивую кнопку. И да, это ещё один плюс нашей ванной комнаты. Кто может себе позволить такой унитаз, я советую. Тот, кто смотрит меня давно и постоянно знает, что я маньяк чистоты. И я выбирала такую плитку на пол, чтобы не было видно грязи. И вот это просто must have. Это такая плитка, как бы имитация, наверное, дерева, я так скажу. То есть чуть-чуть как бы постаревшее дерево. Даже не знаю, как вам назвать. В общем, думаю, что вы всё поняли. На этой плитке совершенно не видно грязи, девчонки. Ни капель, ни грязи, ничего. Это просто кайф для таких маньячик, как я. И вот эти вот, по-французски называется, то есть между плиточными пространствами мы сделали такой цемент не белый, а именно серо-коричневый немножко, сероватый. Потому что вот эти вот перемычки, они то, что постоянно, если белые, они грязнятся, их нужно оттирать. И это просто кошмар и ужас. Поэтому я от всего сердца советую вот именно вот такую плитку. Подумайте перед тем, как выбирать материалы, чтобы это было не только красиво, но ещё и очень практично. Мне нравятся и стены у нас, они не видно ни капель, ни грязи. И пол, и душевая кабинка. Конечно, вот видите, что в уголках души нужно бы было сделать генеральную уборку и хорошенько-хорошенько почистить. Я раз в месяц это делаю, потому что всё равно вот такой жёлтый налёт, он остаётся, так как принимаем душ часто, несколько раз в день. Про минусы моей раковины мы уже поговорили с вами в прошлом видео. Кто не видел, обязательно посмотрите. Я думаю, что это будет очень полезно. Про ручки на мебели также я сказала. Раковина и ручки это минус. А вот сама мебель мне очень и очень нравится. Во-первых, мы выбирали её, исходя из того, чтобы она вошла в нашу ванную комнату. У нас вот здесь скос, поэтому это не так-то просто выбрать размер мебели. И мы нашли её также в Лерой Мерлен. Мне очень нравится цвет и структура, наверное, или как это покрытие, я даже не знаю. Это что-то такое, как бы дерево, дерево, но на ощущение, как пластик. То есть покрыто чем-то таким, как пластиком. Очень хорошо моется, очень хорошо вытирается, не оседает пыль, не видно никаких следов, поэтому это огромный-огромный плюс. И также мне, как бьюти-маньяку, нужна была большая мебель, то есть большие отделы. Здесь вот есть два огромных ящика под косметику. Муж мне разрешил, мой хороший, добрый муж. Вот. И что немаловажно, чтобы они очень хорошо выдвигались и не делали шума. И также два больших отдела. Дело здесь. Сейчас все удивятся, сколько у тебя всего там. И здесь. Но это уже в следующем видео. Мои бьюти штучки. В общем, мебель идеальная для нас. И присмотритесь. Подумайте, когда вы выбираете цвет, модель, вместительность. Также некоторые проблемы у нас были с выбором зеркала. Это было не очень легко, потому что также вы видите, что есть лапут, это такая вот балка. И наверху. И также скос. Поэтому мы очень тщательно выбирали, какую бы модель взять. Мне хотелось также с подсветкой, когда я делаю макияж, выбрали вот эту. И да, она удобная, практичная. Такое широкое, большое зеркало. Нужно его хорошенько также прикрепить, чтобы оно подходило вам по росту, чтобы вы себя очень хорошо видели. Про ванну и так же я вам уже рассказывала. И это больше минус, чем плюс. Мне нравится ее форма, мне нравится ее цвет, но вот с размером мы прогадали. Также загляните в прошлое видео, и вы все узнаете и поймете, почему. Я очень просила мужа сделать вот такие ниши. Мне нравится такой дизайн. Мне кажется, это стильно, красиво, вот такая полочка. То есть, ну, ванная, туалет, это такие места, где мы проводим очень много времени. И я люблю, когда везде все красиво, уютно. И вечером это смотрится очень гармонично, очень по-домашнему. Я с удовольствием. То есть, я очень рада, что у меня существует вот такой дизайн в ванной комнате. У нас их две. Вот здесь. И так же маленькая ниша вот здесь. К сожалению, у нас перегорела лампочка, поэтому я не могу вам включить свет. Так это смотрится. Красиво, гармонично, уютно. Все, что касается кранчиков, душа и так далее, так это называется сантехники. Все, что касается сантехники, я хотела что-то в таком стиле немного старинным, поэтому выбрала вот такую модель. Не скажу, что она очень удобная. У нас были некоторые проблемы с ней. Также мы покупали в Лерой Мерлен. Приходилось менять. И что же вот у этих кранчиков не очень такое хорошее, да? Сейчас я вам покажу на раковине. Очень сильно видны капли, но это минусы. Я говорю о плюсах. Но это не страшно. Это я думаю, что у всех я специально не почистила. То есть тоже тряпочкой из микрофибры протираете и все. Но вот здесь идут трещинки постоянно. То есть нужно быть осторожным. Или, ну, кого это не волнует, то, конечно, это одно. Но мы с мужем маньяки. И когда покупаешь достаточно дорогие вещи и сразу случается вот такое, как-то не очень приятно. Поэтому обратите на это внимание. Заострю немножко внимания на дверях. Мне хотелось, чтобы все двери у нас были светлые, белые. Но до этого они были из, как бы, наверное, из дуба, да? Поэтому было очень сложно подобрать краску и красить их, чтобы все это закрасить, чтобы это смотрелось не с желтым оттенком. В общем, были сложности. И несколько раз мы их перекрашивали. До сих пор, вот смотрите, краска в уголках иногда обивается. Поэтому нужно будет что-то делать. Мне очень хотелось большое зеркало в ванной комнате. Муж надо мной очень сильно смеялся, потому что это напротив унитаза. Ну, понимаете? Ну, не страшно. Все-таки, вот когда я принаряжаюсь, одеваюсь, то оно мне служит верой и правдой. Естественно, это не очень, наверное, эстетично, но все-таки я его люблю и с удовольствием оставлю на этом месте. Также у меня задумка купить большое зеркало, такое, переворачивающееся на ножки именно вот в этот уголок. Ну, про спальню, зал и кухню я уже расскажу вам все плюсы в следующем видео, мои хорошие. Так что ставьте пальчики вверх и такое видео скоро выйдет на канале. Ну вот, мои хорошие, я надеюсь, что такой рум-тур вам понравился, что вы кое-что взяли на заметку и такое видео было вам полезно. Если вы хотите продолжения, то обязательно ставьте пальчики вверх, напишите мне в комментариях, напишите ваши, наверное, ваши плюсы, то, что бы вы советовали сделать в ванной комнате и может быть какие-то строительные материалы. В общем, давайте делиться в комментариях, это всегда полезно, это всегда интересно и канал это и есть обмен информацией, обмен мыслями, обмен идеями, а я вам всем желаю хорошего выходного, потому что наступают выходные и отдыхайте, прекрасного настроения, теплых деньков и до встречи на моем канале Ваша Светлана Франция. Ваша Светлана Франция,